МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите новости на телеканале Первый Карагандинский в студии Гульнур Жакен. Сегодня выпуски. В Караганде продолжаются праздничные мероприятия, посвященные Наурызу. По-своему, главный весенний праздник отмечают во всех учреждениях и организациях шахтерской столицы. Уже 12 человек и порядка 40 юридических лиц привлечено к административной ответственности за невывоз снега. В районе имени Казбекби работают мобильные группы из специалистов Акимата, Управления ПОЧС и местной полицейской службы. Ровно год в должности главы региона. Аким Карагандинской области Ерлан Кушанов отмечает годовщину деятельности на посту. Мы подготовили специальный обзорный материал. Аким города Нурлана Убакиров посетил частные детские сады Джин и Аллахай, которые основаны на государственно-частном партнерстве. Городоначальник познакомился с персоналом, узнал о количестве детей, а также понаблюдал за тем, как проходят мероприятия, посвященные празднику Наурыс. Акадир Прям А subscribers Очаровательные дети умело читают стихи, не смущаясь присутствием взрослых и камер. В этом заслуга опытных воспитателей детского сада Алакай. Здесь созданы все условия для того, чтобы раскрыть потенциал детей и подготовить их к школьной жизни наилучшим образом. Детский сад Алакай впервые распахнул свои двери в декабре прошлого года. Директор детского сада Валерия Сейтова рассказывает, она хорошо знакома с проблемой нехватки мест в дошкольных образовательных учреждениях. А потому для нее открытие детского сада в первую очередь – дело души. Мечта была сделать что-то хорошее, что-то полезное для детей. У нас тоже свои есть дети. В свое время не могли устроить садик, была очень большая проблема. Сейчас мы решаем такую проблему в плане бизнеса. На первом месте у нас идет работа с детьми. Я постоянно нахожусь с ними, играю, занимаюсь. Мне это нравится. Открытие садика Алакай – наглядный пример эффективности государственно-частного партнерства. В своей речи Акимгорода Нурлан Аубакиров отметил, что государственно-частное партнерство является наиболее выгодным решением как для государства, так и для предпринимателей. Это позволяет экономить бюджетные средства и положительно влияет на экономический климат города. Если бы мы тратили деньги на строительство, в среднем строительство одного детского сада обходится государственному бюджету порядка миллиарда тенге. То есть это с сетями, строительство, с внутренним убранством. А здесь бизнес. То есть мы размещаем только государственный заказ. Это с одной стороны. С другой стороны, для семей, которые имеют детей, то есть сегодня, если бы они платили как в частных, просто в частных детских садах, там по 25-30 тысяч за одного ребенка, то есть если один ребенок еще можно вытянуть, а если двое, то для родителей это вообще невозможно. Поэтому вот 22 тысяч, 11 тысяч тенге, я думаю, что это очень хороший такой аспект, и я думаю, дальше будут развиваться. Для родителей выбор детского сада является ответственным решением, ведь большую часть дня их чада проводит в стенах садика. Родители воспитанников детского сада Аллахай своим выбором довольны. Здесь об их детях заботятся должным образом. Очень радует отношение к детям. То, что приводишь ребенка и не беспокоишься за то, что весь день он будет накормлен, весь день у него будет внимание. И ему очень нравится. Важнее всего то, что детский сад нравится его главным обитателям – детям. Далее руководители города отправились в детский сад «Джин», где для уважаемых гостей подготовили красочную праздничную программу, приуроченную к празднику Наураз. Дети удивили всех яркими номерами. Помимо красивых танцев, зрители смогли насладиться и постановкой о древних казахских обычаях. Реализовывать творческий потенциал детей учат воспитатели. Они отмечают, что самое главное в работе с детьми – это любовь и терпение. В работе с маленькими детьми самое главное – это терпение воспитателя. Вообще работа воспитателя – это как бы сложная, но в то же время интересная. Воспитатель всегда должен быть двигаться творчески вперед. Самое главное для воспитателя. Всегда развивается все, что новое, это должны знать мои воспитатели. В работе с детьми трудностей нет. Самое главное – это любить их и терпение. Я стала воспитательницей, потому что выросла в многодетной семье. Я считаю, что главное в этой работе – умение проявлять любовь к детям. Когда наслаждаешься работой с детьми, забываются все трудности. Нужно уметь находить подход к ребенку и его родителям. Если ты приветлива и дружелюбна, то и дети сами тянутся к тебе. В настоящий момент в детском саду Джин обучается 80 детей. По словам руководства, до конца текущего года детский сад выйдет на полную проектную мощность, что составляет 200 детей. На фоне нехватки мест в дошкольных учреждениях Майкудука, эта цифра является колоссальной. Аким города Нурланов Бакиров заявил, что в 2018 году в Майкудуке откроются еще пять частных детских садов. Товжан Лянова, Жаслан Макулбеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Для детей с ограниченными возможностями был организован праздничный обед. Очередное мероприятие, приуроченное к Наурыс, прошло в ресторане «Абиба». Организатором выступило отделение социальной помощи на дому Октябрьского района города Караганды. В самый светлый праздник года принято не только оставлять обиды в прошлом, но и творить добрые дела. А больше всего в добром слове и деле нуждаются особенные дети. Подарить праздник детям с повышенными потребностями решили сотрудники отделения социальной помощи на дому Октябрьского района. В ресторане «Абиба» для 30 детей организовали праздничный обед и концертную программу. Руководитель отделения социальной помощи на дому Октябрьского района Гульзат Ергалиева отмечает. Главное – уделять этим детям внимание. Что важно? Внимание. Внимание обязательно. Стараемся охватить все праздники не только на разуме рамок. И в зависимости от заболеваний, учитывая диагнозы. Если не ходячие, лежачие, например, больные, обязательно на дому оказываем помощь всякую. В праздниках поздоровения обязательно. Инициативу поддержали и студенты Карагандинского государственного технического университета. Члены благотворительной студенческой организации «Акниет» с радостью внесли свою лепту в проведение праздника для детей. Следует отметить, что это не единственное мероприятие, которому они посвятили свои силы. Каждую неделю волонтеры стараются посещать детские дома и дома для престарелых. В подобных мероприятиях мы участвуем очень часто. Это наш не первый выезд. Мы также ездим по детским домам, дом престарелых. Также устраиваем всякие мероприятия подобные. Приглашенные дети, а также их родители отметили, что праздничная программа им очень понравилась. Ведь она посвящена всеми любимому празднику. Праздник очень хороший, объединяет всех. Все собираются, даже мы соседи собираемся, празднуем. Всех поздравляю. Всем мира, добра, прекрасного настроения весеннего, чтобы у всех все было хорошо. Я поздравляю всех с праздником на Луизе, желаю взятности и добра. В ходе мероприятия гостей развлекали различными музыкальными номерами. Танцевальные коллективы очаровали всех своим артистизмом и талантом. Благотворительное мероприятие подарило радость всем присутствовавшим. В настоящее время в Октябрьском районе проживают сотни детей с особыми потребностями. Сотрудники отделения делают все, чтобы каждый из них получил долю ласки и заботы. Торжан Лянова, Жаслан Макулбеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Наурыс Мирамы отметили в городской поликлинике номер 3. Медики провели праздничные мероприятия для своих пациентов. Почетными гостями выступили ветераны медицины. В поликлинике номер 3 стала доброй традицией с размахом отмечать Наурыс – праздник, олицетворяющий возрождение. В этом году в канун праздника несколько сотрудников поликлиники удостоились особой чести. За многолетний труд их наградили грамотами и подарками. В числе награжденных – и Кульсагира Кутышева. Она проработала медсестрой 7 лет. Руководство поликлиники не оставило без внимания эту дату, а также 60-летний юбилей Кульсагиры Кутышевой. Медсестра осталась довольна и поблагодарила руководство за приятный сюрприз. Мне исполнилось 60 лет. 40 из них я отдала сестринскому делу. Последние 7 лет я работаю в этой клинике. Разумеется, мне очень приятно, что руководство наградило меня грамотой и подарком, что они не забыли о моем юбилее. Я хочу выразить администрации поликлиники огромную благодарность. Пусть наша поликлиника процветает. В текущем году в третьей поликлинике отпраздновали на УРЭС с небывалым размахом. В ходе конкурса выявили сотрудниц, которые лучше всех готовят национальные блюда. На праздничный Дастархан были приглашены сотрудники, которые давно находятся на заслуженном отдыхе. Директор поликлиники Саня Буранкулова рассказывает, к празднованию на УРЭС они готовились тщательно. В этот год мы тоже подготовились. Для этого мы установили юрту в холле поликлиники. Кроме того, объявили конкурс на лучшее национальное блюдо. Каждое отделение готовили, старались. Сегодня, я думаю, что праздник удался. Пригласили наших ветеранов труда, которые раньше у нас работали в поликлинике. Мероприятие прошло на высоком уровне. Всех приглашенных порадовали выступления талантливых певцов и танцоров нашего города. По завершению праздничной программы гости собрались за праздничным Дастарханом. Торжан Лянова, Аман Кужанов, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Карагандинский экономический университет в лучших народных традициях встретил на УРЭС. Организаторы постарались продемонстрировать все обычаи казахского народа, связанные с празднованием на УРЭС Мирама. Небольшим айтысом началось праздничное мероприятие в Карагандинском экономическом университете. Празднику на УРЭС здесь всегда уделяют особое значение. Ректор университета Еркара Аймагомбетов отметил, что весенний праздник символизируется пробуждением и обновлением природы. Также он подчеркнул, что на УРЭС не знает границ. На УРЭС Мирама не делить людей на национальности. Это внерелигиозный, внеполитический праздник. Поэтому этот праздник имеет огромное значение для всех народов, живущих в Казахстане. Мы можем в полном смысле сказать, что это торжество, настоящее для всех наций, народностей, которые живут в Казахстане. Истинно, это всенародный праздник. Я поздравляю вас всенародным праздником на УРЭС Мирама. Стоит отметить, что в экономическом университете обучаются известные студенты. Среди них Дидар Хамеев, популярный в Казахстане Акэн. Кстати сказать, он является наставником молодых айтескеров, которые выступали в самом начале торжества. Наурыс – это единственный праздник духовного возрождения. Многие считают, что в этот день нужно просто одеться празднично и сходить на праздничный концерт. На самом деле, этот праздник необходимо принять всей душой. Я поздравляю всех с наступающим наурызом и желаю всем добра. За праздничным накрытыми столами собрались преподаватели, студенты и гости университета. Во все времена в дни празднования наурыза готовилось много еды, символизирующий достаток и изобилие. Здесь же своими выступлениями порадовали участники творческих коллективов этнокультурных центров. С особым размахом отметили наурыз в департаменте внутренних дел Карагандинской области. Сотрудники полиции подошли к празднику креативно. Обычаи и традиции этносов, живущих в нашем регионе, были представлены наглядно. Полицейские Карагандинской области не просто собрались в команды. Сотрудники ДВД привлекли к участию своих родных и близких. Открывая торжественное мероприятие, руководитель ДВД, генерал-майор полиции Миргенбай Жапаров отметил, что праздник наурыз – это начало нового года, время обновления и укрепления дружбы, объединяющей народы нашей страны, представители которых сегодня с честью несут службу в органах внутренних дел. Добрый день, уважаемые коллеги. Сегодня, как уступающий, говорю, прекрасный день, день образования Ассамблеи народов Казахстана, поэтому я еще раз хочу поздравить прекрасным праздником наурызии. С праздничным концертом выступили творческие коллективы этнокультурных центров. В здании департамента звучали казахские, русские, корейские, кавказские мотивы. Ярким моментом стала демонстрация обряда «Тусаугесер», который провел генерал-майор Жапаров. Виновником торжества стал годовалый Мохамбет, отец которого служит в полиции. Также стоит отметить, что несмотря на праздник, полицейским в эти дни будет не до торжеств. Как и всегда, в дни наурыза стражи порядка переходят на усиленный вариант несения службы. С тем, чтобы поддержать правопорядок и охранять праздничное настроение граждан. Мирамгуль Салкимбаева, Аман Кожанов, Андрей Тимофеев. Первый карагандинский. Чтобы поднять карагандинцам предпраздничное настроение, артисты концертного объединения имени Кали Байжанова организовали танцевальный флэш-моб на площади перед Дворцом культуры горняков. Десятки танцоров в национальных костюмах исполнили танец на музыкальной композиции отечественных исполнителей. Центральной композицией танцевального рисунка стали эмблемы регионов Карагандинской области. Это символизирует единство и солидарность. В честь праздника наурыз артисты Караганды и Карагандинской области дали большой праздник для народа Караганды. Мы устроили небольшой флэш-моб для радости и поднятия настроения всех карагандинцев. В этот праздник хотелось бы пожелать всем карагандинцам счастья, благополучия, здоровья, семьям. Пускай над нашим городом, нет, не то что над нашим городом, пускай над Казахстаном всегда царит только мир и добро, чистое небо, всегда пускай светит ярко солнце, всем мира и добра. Организаторами красочного и колоритного мероприятия выступило областное управление культуры, архивов и документации. Участники флэш-моба отмечают, что празднование наурыза играет очень большую роль в жизни всего казахстанского общества. Именно поэтому артисты постарались подойти к организации мероприятия максимально серьезно, поскольку создание по-настоящему праздничного настроения – большой труд. Акимат Караганды распространил программу праздничных мероприятий, запланированных в городе к празднику наурыз. Мероприятия начнутся с 21 марта и продолжатся по 25 марта. Всего по городу планируется установить порядка 35 юрт на пяти площадках. Эти аттракционы всю зиму стояли законсервированными, но уже 22 марта они примут первых посетителей. В Центральном парке Караганды в предстоящий праздник включат некоторые аттракционы. Сегодня в парке полным ходом идет подготовка к празднику. Рабочие красят скамейки, очищают территорию, проводят работы по выравниванию и мытью брусчатки, восстанавливают мраморные плиты. Ведется работа по подготовке аттракционов, будет осуществляться запуск аттракционов, чтобы взрослые и дети могли покататься и провести время с удовольствием в эти праздничные дни. Работают круглощуточные трактора, работают трактора МТЗ-погрузчики. Традиционно главное массовое гуляние пройдет в Центральном парке культуры и отдыха. 22 марта здесь будет выделено семь тематических зон. На главной площадке будут размещены сцена, лед-экран и 18 экспозиционных юрт. Во второй зоне разместятся площадки мастер-классов по выпечке баусаков, приготовлению плова и науры с кожи. Также в Центральном парке пройдут выставка казахских костюмов, национальные игры, ярмарка национальных изделий и атрибутики. Праздничные мероприятия пройдут также на площадках трех районных домов культур в Сортировке, Майкудуке и Пришахтинске. Будут также организованы праздничные программы с установкой юрт, народными гуляниями, костюмированным шествием. Запланировано проведение благотворительных акций для малообеспеченных семей, одиноких пенсионеров, которые пройдут в кафе и ресторанах города, кинотеатрах и театрах. Городские власти приглашают всех жителей и гостей шахтерской столицы принять участие в праздничных мероприятиях. Андрей Тен, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. 12 жителей частного сектора, а также порядка 40 юридических лиц, расположенных в районе имени Казбекби, привлечены к административной ответственности за невывоз снега. Районные власти проводят совместную работу в рамках плана мероприятий по предупреждению паводков. Забитый водопропускной канал на улице Космонавтов представляет наибольшую опасность во время весеннего половодия. Именно по этому каналу пойдет большой объем воды. И если его вовремя не почистить, то вода затопит все близлежащие улицы и просочится в дома. Очистка происходит силами управления по чрезвычайным ситуациям совместно с районными властями. В целом у нас эти работы, примитивная работа проводилась с начала февраля месяца. При этом мы знаем, определены были участки, 27 участков. Это частного сектора жилых домов наиболее опасных и 10 участков дорог по району наиболее опасных. В ходе мероприятия проведена также разъяснительная работа с населением по уборке и вывозу снега с частных подворий, современной очистке ливневых каналов, арыков и водопропускных труб для беспрепятственного пропуска паводковых вод. В связи с приходом весны управления по чрезвычайным городом Караганда напоминает, что за благоверенными действиями можно уменьшить воздействие талых вод. Для этого вашим домом избирать причинение ущельба, для этого необходимо произвести максимальную уборку снега во дворе. Для обеспечения беспрятственного вода, а только талых вод, особенно в гарантии, уделите свои времени прочисткой системе линии. Боремся, боремся. Арыков надо почистить, снег во дворе надо убрать, все надо почистить. Ну, пройдите, посмотрите, снега у нас нет во дворе. И на память возьмите, пожалуйста. В настоящее время в районе имени Казабекби работают три мобильные группы. Их главная задача – оповестить всех жителей частного сектора, определить степень угрозы, а также при необходимости помочь горожанам с вывозом снега. Для этого районные власти предоставляют спецтехнику. Большинство карагандинцев с пониманием относятся к этому, но имеются и факты отказа. Уже 12 человек привлечены к административной ответственности за невывоз снега. Безалаберно к благоустройству территории относятся и юридические лица. Есть большинство людей с пониманием отнеслись, убирают и так далее. Но есть те, которые, вот даже можно сейчас по этой улице посмотреть, как-то относились не так, как надо бы. Значит, по ним мы сейчас пропускаем, по мобильной группе проходит, и будут уже меры административного воздействия. В районе имени Казбекби находится порядка 11 тысяч жилых домов. Под угрозой подтопления находятся 27 частных дома. Районные власти в очередной раз призывают всех жителей принять участие в уборке снега, ведь в первую очередь это пойдет на благо населению, заявляют чиновники. Андрей Тенжа, Сулан Макулбеков, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. В Караганде в преддверии праздника Наурыз открылся новый художественный центр «Унирпас». Теперь дети смогут не только улучшить свои музыкальные навыки, но и узнать многое об актерском мастерстве. На торжественную церемонию были приглашены народная певица Индира Расылхан и известный Акэн Айнар Турсунбаева. Также академик Бибы Сара Албакирова. Перерезали символическую ленточку. С подробностями Мирам Гульсал Кимбаева. Новая художественная школа расположена в культурном центре Жебек-Жоле. Несмотря на то, что центр начал работу всего два месяца назад, молодых талантов здесь немало. Для творческой молодежи существует множество кружков. В честь церемонии открытия 18 талантов этого центра провели свои первые концерты. Одаренные дети играли на дамбре и пели песни. Даже исполнили произведения на национальном инструменте «Житый ген». А вот название центра «Унирпас» придумала Айнар Турсунбаева. Поэт отмечает, что цель школы – помочь в развитии у детей творческие способности. Я не люблю громкие названия. Название «Унирпас» подходит этой школе. Мы не должны на этом останавливаться. Мы должны делать все, чтобы привлечь подрастающие поколения к творчеству. Кроме того, среди приглашенных гостей есть и певица Индира Расылхан. Она также выразила свои теплые слова и пожелала успехов работе центра. Я очень хорошо знаю Зауре Жакешеву. Она – истинный талант. Мы очень радуемся, что она открыла такой центр в своем родном городе. Мы желаем, чтобы ее учеников в будущем знала вся страна. Нургиса Карасард всего за два месяца выучил 17 кюев. Ученик пятого класса не отрицает волнение. Ведь это его первый концерт. Я хочу поблагодарить свою учительницу. Она меня многому научила. Я играю на дамбре, а сестра моя учится играть на инструменте житген. Основатель центра Унирпас Зауре Жакешева делится. Идея возникла еще несколько лет назад. Но осуществить мечту было не так-то просто. Но теперь директор художественной школы готова работать, не покладая рук. В Караганде есть много талантов. Я хочу, чтобы все они занимались полезным делом. А таких художественных школ здесь очень мало. Поэтому я решила открыть этот центр именно в Караганде. Кроме того, в художественном центре можно улучшить музыкальные знания и узнать много полезного об актерском мастерстве. Мирамгуль Салкимбаева, Шалкар Алтынбек, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. И еще один видеоматериал в завершении выпуска. В марте исполнился ровно год, как Ерлан Кушанов был назначен на должность Акима Карагандинской области. На отчетные встречи с населением в феврале жители области говорили о больших преобразованиях в регионе. О том, что изменилось в нашем обзорном репортаже. Для меня большая честь и ответственность – это оправдать ваше доверие. Я обещаю в будущем всем коллегам, которые находятся здесь, использовать свои знания, опыт и умения для исполнения поставленных вами задач. Эти слова были сказаны Ерланом Кушановым 14 марта прошлого года во время назначения на пост Акима Карагандинской области. Глава государства Нурсултан Назарбаев лично представил активы области Нового Акима, заявив, что Кушанов Ерлан Жаканович работал в разных должностях. Президент выразил надежду, что опыт Нового Акима поможет в решении проблем Карагандинской области. С одной из главных проблем Ерлан Кушанов столкнулся уже в первые дни своей работы – это паводки. Не дожидаясь начала обильного таяния снега, глава области посетил все паводковоопасные места. Со стороны властей предприняты меры по уборке и вывозу снега, однако подтопление жилых домов избежать не удалось. Одной из причин этого стала недооценка серьезности. Уже в нынешнем году Ерлан Кушанов указывал специалистам КАЗ Гидромета о недостоверности их данных. Спустя год после своего назначения глава области также лично посещает паводкоопасные места. Подготовка к паводкому периоду 2018 года началась еще прошлым летом. Местные власти приняли решение изменить русло реки Нура. Также рассматриваются меры инженерной защиты сел от половодья. Весь прошлый март Ерлан Кушанов посвятил ознакомлению с положением дел в Карагандинской области решению многочисленных проблем. Одна из них – плачевное состояние здания средней школы номер 23. Аким области показали обшарпанные стены спортивного зала, устаревшее оборудование школьной столовой. Во время визитов Ерлан Кушанов сразу заявил, что ему не нужно демонстрировать образцово-показательные объекты. Когда я буду ездить по властям, не нужно не показывать те школы, которые только построили здесь. Именно такие объекты. Это касается не только школ, все социальные объекты, которые будете показывать, я буду смотреть именно проблемные. И будем на месте эти вопросы решать. Стоит отметить, что в течение года основные проблемы учебного заведения были решены. Решена и проблема колледжа искусств имени Татимбета. Несколько лет учебное заведение размещалось в старом здании бывшего центра крови. Студенты занимались в три смены. Я считаю, вопрос надо решать. Сразу сейчас обещание я, наверное, не должен давать, но решение найдем. Прошло чуть больше десяти дней, и колледж переехал в новое здание. Будущие актеры, режиссеры и музыканты разместились в одном из корпусов Карагандинского государственного университета имени Букетова. В трехэтажном здании разместили своя столовая, библиотека, спортивные, актовые и хореографические залы. Отопление в городе Металургов, Тимиртау – еще одна главная проблема Карагандинской области, которую Ерлан Кушанов принялся решать, что называется, не откладывая на потом. Проблемы с теплоснабжением города прошлой зимой возникли из-за некачественной подготовки станции. Во время одного из визитов глава региона отметил, что деньги на подготовку станции были выделены, однако это не решило проблемы. Акимобласти назвал это серьезной недоработкой со стороны собственника ТЭЦ – предприятия Арселор Метал Тимиртау. Вы же местные, вы же тимиртауцы и своих же жителей, вы всю зиму издевались над ними. Я не слезу с вас. В ежедневном режиме я буду заниматься ТЭЦ-2. Это самый главный вопрос для меня, где-то вызов, если так сказать. По итогам нынешнего отопительного сезона станция работает удовлетворительно. Массовых жалоб от горожан не поступало. И тем не менее, кардинально решить проблему с отоплением Тимиртау поможет лишь строительство дополнительного котла. В конце 2017 года Карагантинский регион всколыхнула волна шахтерских акций протеста. Сначала горники Казахмыса, а затем и Арселор Метал Тимиртау отказались подниматься на поверхность. И только при посредничестве Акимобласти удалось уладить трудовой конфликт. За весь год с момента назначения на должность Акима, Ерлан Кушанов совершил около 110 рабочих поездок общей протяженностью 12 тысяч километров во все регионы области. И везде обсуждались проблемные вопросы, волнующие население и планы развития регионов на будущее. На протяжении года Ерлан Кушанов не переставал демонстрировать активную заинтересованность в решении проблем региона. Он неоднократно предпринимал попытки по налаживанию работы общественного транспорта. При его поддержке из бюджета выделялись большие денежные средства на ремонт школ, больниц и автомобильных дорог. Также с его помощью начала решаться проблема ремонта и благоустройства дворов. Положительные изменения не остались незамеченными населением. На отчетной встрече жители области дали положительную оценку деятельности Ерлана Кушанова. С момента, когда наш президент Казахстана Нурсултан Абишич Назарбаев доверил вам родную Карагандинскую область, вы трудитесь, не покладая рук. Сделали столько доброго и хорошего, одно из которых коснулось и моего вопроса. Я хочу выразить вам большую благодарность за ваш труд, пожелать вам крепкого здоровья, благополучия в работе и в семье. Андрей Тен, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Спасибо, что смотрели нас. Увидимся в эфире Первого Карагандинского. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин